Друзья, всем привет! Начнем с Торецкого направления. В восточных кварталах Торецкой агломерации в СРФ продолжили наступать по двум направлениям. В микрорайоне Дружба есть продвижение вдоль ЖД-полодна на запад, а также на север к улице Гагарина. В Северном российские силы развивают наступление с юга, заняв пятиэтажки, от которых до шахты Северная, и ее террикона стала чуть более 500 метров. Контроль над этой высотой приведет к краху обороны противника в восточных кварталах Торецкой агломерации. Видя складывающееся критическое положение в Нью-Йорке, украинское командование решилось на переброску резервов из-под Волчанска, тем самым поставив крест на своем контрнаступе в Харьковской области. На такой отчаянный шаг в ИСУ пошли из-за опасений обрушения фронта после прорыва в Нью-Йорке русской армии. Тем временем в поселке Вессеров развили наступление и закрепившись в микрорайоне Петровская гора, начали штурм машиностроительного завода. Крепким орешком обороны ВСУ в Нью-Йорке является Финольный завод, находящийся в центре населенного пункта. Штурм этой промки нетривиальная задача, учитывая то, что предприятие огибает река Кривой Торец. Исходя из действий российской армии, перед началом боев за Финольный завод, ВСРФ собираются отрезать Нью-Йорк от снабжения, идя на соединение с Востока и Запада к Нелеповке при непрекращающемся давлении в южной части поселка. На Харьковском направлении, несмотря на то, что бои в Волчанске глубоком идут уже несколько недель, их интенсивность остается высокой. Линия фронта при этом практически не сдвигается. ВСРФ накрывают по тылам и маршрутам. Сообщается, что авиация группы Север разнесла ангар с техникой ВСУ на Волчанском направлении Фабами. ВКСРФ нейтрализовали крупный пункт дислокации 57 ОМПБР ВСУ в районе населенного пункта Белый колодец. Покровское направление. Российское наступление вперед не прекращается. Взяли Яснобродовку, заявили в Минобороны. Несмотря на отчаянное сопротивление, в том числе и лучших частей ВСУ, включая 47-ю элитную бригаду, российские части продолжают успешно продвигаться вперед. Причем сразу на нескольких участках. Во-первых, возобновилось наступление севернее Новоалександровки, где армия России взяла еще несколько позиций противника, тем самым обеспечив штурмовикам в районе Воздвиженки правый фланг наступления на данном участке, передает политолог Юрий Подоляко. Также есть продвижение вперед к Лозуватскому и фактически вышли на окраину села. А еще предыдущие и вчерашние российские успехи заставили противника по большей части покинуть растянувшуюся долгой нитью Евгеньевку. А это более чем 3 километра. А еще в СРФ смогли вчера выйти на северную окраину Новоселовки-1, усложнив и без того непростую обстановку для местного гарнизона противника. В общем, фронт здесь трещит у ВСУ по всем направлениям и пока ничто не говорит о том, что у Киева здесь что-то стабилизируется. Есть небольшое продвижение на окраинах Карловки. ВСУ упорно обороняют тактически значимое село. Насколько известно, остатки ВСУ отходят за реку Волчи, оставляя кусок пустынной территории к северу от Карловки. На Донецком направлении с упорными боями ВСРФ постепенно продвигаются в Красногоровке. Каждый день есть тактические успехи. В ходе контратак ВСУ смогли таки зацепиться за позиции на окраине Поросковьевки и выбить их пока не удается. Окрестности Константиновки ВСУ мониторят огромным числом дронов и мгновенно реагируют на любую попытку продвижения. Активна российская артиллерия и авиация. На Артемовском направлении в микрорайоне канал Часовьяра ВСРФ атакуют позиции ВСУ уже за каналом Северский Донец-Донбасс. Идут бои к северу и к югу от этого микрорайона. ВСУ пытаются не дать ВСРФ на флангах укрепиться по каналу. Тяжелейшие бои идут у Клещеевки и Калиновки. Купенское направление. Опасный удар армии России. На этом направлении назревает кризис, подобный очеретинскому прорыву ВСРФ. На этот раз тревогу бьет украинский военный пропагандист Машавец. А вообще в последние дни массово пишут киевские ресурсы. Машавец прокомментировал недавний прорыв армии России в районе села Песчаная к юго-востоку от Купенска до реки Оскол, которой стремятся выйти российские силы. Осталось чуть более 10 километров. Глубина прорыва уже более 4 километров. Киевские аналитики считают, что продвижение в районе Песчаного означает не только опасный выход на оперативный простор к Осколу, но и формирование южного охвата для Купенска. Генштаб БСУ еще вчера заявлял, что в районе Песчаного армия России продолжает атаки без указания результата этих действий. На Херсонском направлении бои на островах. Значительная их часть – это серая зона. Российские дроноводы выцелили еще две пусковые установки Хаймарс, которые могли использоваться для атак ракетами Атакмс. Результаты недавней ракетной атаки, в том числе по Киеву, вновь обострели вопрос об эффективности работы украинской ПВО, особенно после документально подтвержденных попаданий. Байден высказался о принятии новых мер по поддержке украинских сил ПВО, а немецкий министр обороны вступил в спор с министром финансов по поводу дополнительных средств на поддержку Киева. 7 миллиардов евро запланированы на год, потрачены практически целиком и требуется еще минимум 4 миллиарда евро. Возможно, Киев получит что-то от НАТО. Альянс намерен огласить на саммите в Вашингтоне новые финансовые обещания Украине. Виктор Орбан написал непубличное письмо руководству ЕС, где рассказал об уверенности Путина в поражении Киева. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправил председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и главам государств членов ЕС письмо после своих визитов в Киев и Москву в июле 2024 года. В сообщении Орбана российские власти уверены, что время не на стороне Украины, а на стороне российских сил. Президент России был удивлен тем, что власти Киева отвергли временное прекращение огня, пишет Орбан. В интервью Блюмберг Зеленский сказал, что Украина не готова на временное прекращение огня, так как Россия может использовать этот период для накопления сил. Судя по письму Орбана, Путин опасается таких же действий со стороны и Украины. Однако, как следует из документа, полностью идею прекращения огня Путин не отвергает. По словам президента России, они готовы рассмотреть любое предложение о прекращении огня, которое не послужит скрытой передислокацией и перегруппировке украинских сил, сообщает Орбан. Премьер Венгрии отметил, что и Москва, и Киев готовы к мирным переговорам с участием обеих сторон. После так называемого саммита мира в Швейцарии, Украина заявила, что на следующий саммит пригласит Россию. Это единственный момент в письме, когда Орбан детально пересказывает позицию Киева по переговорам. По словам Орбана, Путин не стал отвечать на прямой вопрос об отношении к так называемому мирному плану Зеленского и саммиту, который прошел в Швейцарии в июне по инициативе Украины. Российский лидер лишь снова заговорил о стамбульских соглашениях. Орбан пишет, что Путин по-прежнему считает стамбульский документ актуальным и особенно ссылается на его пятый пункт, в котором конкретизируются международные гарантии безопасности, которые будут предоставлены Украине. Второй документ, о котором Орбан поговорил с Путиным, это китайско-бразильский мирный план. Официально меморандум называется «Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса». В пересказе Орбана комментарий звучит так. План находится на рассмотрении российской стороны. В целом, резюмирует Орбан, Европа должна проявить автономную инициативу, так как в США все слишком заняты избирательной кампанией. «Если мы не сможем сдержать или остановить этот процесс, то в ближайшие два месяца мы станем свидетелями более драматичных потерь и военных событий на передовой, чем когда-либо прежде», написал Орбан. Нужно понимать, что в своем мирном треке Орбан защищает собственные интересы, несмотря на позиции Зеленского и Путина, передает телеграм-канал The Rada. Премьер Венгрии нацелен на создание в союзе с Пекином альтернативы Брюсселю в Европе. Их тактическая задача – запустить европейский мирный трек, продемонстрировать, что часть Европы хочет жить мирно, а не играть в геополитические игры Вашингтона. Кроме того, Орбан и Си дают Трампу пас и возможность развязать украинский клубок, пока его советники не увели Дональда в текущую колею конфликта. Они уже активно пытаются. Ли Пен уже попыталась усидеть на двух стульях и проиграла. Следующая остановка Орбана – США. После встреч с Путиным и Си Орбан на саммите Альянса сможет выступить с альтернативным видением трека НАТО. Война столько, сколько потребуется. Тем самым Орбан поставит и Байдена, и глобалистов из ЕС в заведомо проигрышную позицию. Они будут противиться остановке огня и установлению мира. А Трамп сможет сообщить, что еще до победы на выборах находится в контакте с Путиным и Си, и имеет план прекращения кризиса. Но раскрывать до выборов его он, конечно, не будет. Напомним, Виктор Орбан сам подтвердил, что никаких результатов для России и Украины его поездки не принесут. Орбан подвел итоги встреч в Москве и Киеве. По словам Орбана, и в России и на Украине уверены в своих способностях одержать победу. О России он сказал так. Если смотреть на солдат и технологии, которые используют, то победить Россию, такую мысль трудно даже представить. Вероятность того, можно ли вообще победить Россию, невозможно просчитать. По его мнению, если не начать переговоры, то за 2-3 месяца до выборов в США ситуация на фронте ухудшится. Там в России больше оснащения и всего, и россияне настроены решительно. Энергия, конфронтации и число потерь станут еще ужаснее, чем за последние 7 месяцев, хотя они и так были ужасны. Обвинил США в срыве всех переговоров по Украине, выразил сожаление по поводу того, что Европа слепо встроилась в американскую внешнюю политику, вместо того, чтобы ввести свою суверенную. Очень невысоко оценил шансы Джо Байдена против Трампа и подчеркнул, что смена президента в США будет хорошей новостью, потому что Трамп человек мира. Сказал, что прекрасно знает о проблемах в Закарпатии, но не хочет дополнительно критиковать Киев. Похвалил Ангелу Меркель, при которой, по мнению Орбана, войны бы не было, поскольку она прекрасно понимала Россию и весь регион Восточной Европы, а также абсурдность идеи либеральной демократии в России. Все это лишь подтверждает, что Орбан в большей степени отрабатывает свою личную повестку, прекрасно понимая, что никаких практических результатов для России и Украины его поездки не принесут. Следим за развитием всех событий, друзья. Подписывайтесь на наш канал. Мира всем и добра. Будьте счастливы и здоровы!